привет сегодня я хочу показать как можно сплести вот такую вот небольшую корзиночку типа как вид лодочки вот я сделала здесь вот две прибавки и мне вот такой вот если сверху смотреть получилось удлиненный вид вот и ее конечно можно украсить сплести большую сделать из них конфетницу или вазу для фруктов или даже для куколки можно такую вот шляпку или для взрослого если сделать конечно дно побольше куколки это будет хорошо такая шляпка вот так же ее можно покрасить покрыть лаком или украсить бантиками начнем для того чтобы плести корзинку нам нужно нарезать рулончики от бумажных плотинец или туалетной бумаги как я нарезаю ручки если это ручки сначала потом каждую часть я вижу это еще у меня из этого рулончика получается 8 таких частей каждая из частей размером где-то 1 сантиметр и 3 миллиметра 2-3 миллиметра как я нарезаю ручки и вот эту часть мы режем на не на 4 как бы я отрезал половину от рулона она 5 сейчас я на это время потратить не было нарезка у меня есть уже нарезаны будем плести так для начала плести дно м1 вот что делаем дальше дальше мы будем идти по кругу плести дно если у меня вот так вот случается дата можно немножко капнуть просто обычный клей школьный клей на и вот это вот подклеить если так вот случилось как у меня немножко отклеилась дальше вот первый ряд мы сплели если мы делаем корзинку больше то есть вот плетете с той длины которой вам нужно и вот потом поворачиваете плетете второй ряд вот это у меня второй ряд у меня есть уже видео как плести корзинки просто у меня пришла идея сделать вот такое прибавление лодочку я нигде не видела ни у кого такой вид корзинки может быть кто-то и делает но я просто не нашла я решила с вами поделиться как я это делаю значит вот здесь вот мы три сделали замыкаем угол до то есть вот дно у нас готова дальше будем поднимать стеночки поднимаем стеночки продолжаем плести дальше на следующую на это надеваем сюда протягиваем и берем еще одну и вот сюда замыкаем по идее все корзиночки которая показывала маленькие они точно также плетутся поэтому если вы уже плели то знаете как можно это сделать идем по кругу я имею это по кругу вокруг дна вот здесь уголок уголок он просто сгибается дальше 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 искренним следующую я кручу потому что я выбираю места которые стыков такие вот где стыков стыковочные я их стараюсь ставить там где я считаю что не будет так заметно видно то есть более гладкие наружу чтобы показались то не везде у меня так получается так вот еще последняя сторона у нас осталось вообще-то позиночка она небольшая если вы плетете маленькую ее нетрудно сделать можно также подарочек туда завернуть конфетки шоколадки еще что-нибудь упаковать все это в целлофан завязать бантиком будет симпатичнее и красиво и просто такая большая корзиночка для мелочей получится если большое сделать конечно будет красивый наверное для фруктов еще для чего-то так дальше значит замыкаем так так это у нас уже получается краю вот я уже здесь последнюю я не должна делать что мы делаем последнюю как мы каждый раз все теперь значит на последнюю одеваем это счета скипаем потом вот в эту все время забываем последнюю так замыкать и потом то которая длинная и загрузка мы сделали первый ряд дальше делаем второй ряд второй ряд мы делаем так что мы будем добавки делать до прибавки или какая то чтобы у нас получился то есть тут не можем немножко так выпрямить что-то на форму придать форму вот следующий мы начнем делать вот можно от угла или можем даже начать вот не от первой части ряда вот от этой что будет лучше понятно точно также идем по кругу вот эти две стороны у нас будут плоские точно так же как и все остальное прибавки будут по другим противоположным краям вот я уже дошла до момента вот нашла до середины на вот как поселить до середины половина сделал если бы я делала дальше обычный ряд то я бы на эту вот сделала вот этого просунула и замкла замкнула но я хочу здесь добавку сделать то есть я это не трогаю я отдельно вот на эту буду делать как будто это я только начиная плетение край до получается так вот так замыкаем что у нас получилось у нас получилось вот так вот открыто на честно только что нужно сделать это сюда еще одно сплести как мы это делаем так надеваем одну другую рассовываем и вот замыкаем еще одной и что у нас получилось результате у нас получилось что мы добавили вот здесь вот одно один ромбик до или квадратик дальше мы также идем по кругу как мы шли для этого и сюда сюда и сюда замыкаем точно так же мы сейчас будем делать с другой стороны вот осталось еще одна последняя в этом ряду замыкаем и сейчас только нужно сделать будет добавку да вот сюда то есть у нас здесь вот как бы открытое место сюда мы добавим как сделали с этой стороны точно так же то есть мы вот сюда на эту одеваем одну в другую просовываю вот и берем еще и замыкаем все корзиночку мы сплели по идее нас она готова осталось только закрыть я у меня уже есть много видео где я показывал как закрываю корзиночку но я еще раз покажу тут немножко что делаем пополам складываем еще раз пополам и вот сюда вот в этот вот кармашек мы подсовываем что у нас осталось можно надрезать я уже в каких-то видео говорила если вы хотите чтобы не такой был толстый край можно вот тут надрезать одну часть здесь надрезать и точно таким же образом закрыть закрыли и так закрываем по всему краю если вы все закроете правильно все сплели то у вас получится вот такая вот корзиночка ее можно украсить бантиком если вы хотите подарить кому-то или большим маленьким или большим бантиком вот так что пробуйте и у вас все получится если вам понравилась моя идея видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и и увидимся пока